Всем привет и спасибо большое, что находитесь на моем канале. Сразу же я извиняюсь за свой внешний вид, потому что я сейчас в пижаме, у меня на голове полотенце, я только что помыла голову и сейчас мне нужно будет собраться. В общем-то, я не хочу, честно скажу, делать видео о макияже, как краситься и так далее, я думаю, таких видео у меня хватает. Я сегодня хочу с вами поболтать, потому что мне кажется, сейчас очень много всего происходит в моей жизни, в моей голове. И я думаю, что с началом года у всех что-то изменится. Я вот подумала, почему бы мне не записать не то, чтобы монолог, а давайте такой конструктивный диалог с вами, потому что я буду сегодня затрагивать какие-то темы, мне было бы интересно услышать ваше мнение, потому что оно мне сейчас нужно и важно. В общем, сегодня мы поговорим о том, как правильно расставлять приоритеты в жизни и как формулировать цели. Также затронем тему хейтеров и, в общем, такого жизненного негатива, как с ним бороться и как его правильно воспринимать. У меня нет какого-то четкого плана, чтобы придерживаться в этом видео, мы просто будем с вами сегодня болтать. И прежде чем начать, я, наверное, распущу волосы, потому что я уже давно помылась, дело в том, что пока я выставляла камеру, свет, мне кажется, у меня уже там волосы запарились сейчас. Так вот, с чего я вообще захотела вам говорить о таких вот серьезных темах, тем более у меня на канале, я стараюсь их не затрагивать, потому что, ну не знаю, некоторые люди приходят на YouTube только за позитивом, за какой-то информацией, но ясно, что проблемы друг друга никто слушать не будет. Я сегодня постараюсь не говорить о проблемах в целом, о своих в частности, просто как бы спрашивать вашего отношения к этому. Я вообще человек довольно впечатлительный, я бы не сказала, что там какой-то эмоциональный, но я больше как бы пытаюсь решить, что нужно сделать так, чтобы этого не было, и почему люди к этому приходят. Я люблю говоряться, не знаю, это называть психологией, не психологией, но в общем думать, почему люди делают тот или иной выбор в жизни. Когда-то мы с Серегой вечером пошли в магазин, это не было поздно, то есть это было часов 6-7 вечера, и у нас на районе видели молодых парней, где-то нашего возраста приблизительно. Они были раздеты, ну то есть только там в футболке. Они зажали в руке какую-то ватку, ну понятно, я думаю, вы поняли, о чем я говорю, и куда-то бежали. Сказать, что у меня был шок, это ничего не сказать. Я просто не понимаю, зачем это делать, и почему одни люди рождаются, которые, ну скажем так, судьбой не дано быть здоровыми, они рождаются с какими-то там отклонениями, скажем так, физическими. А некоторым людям повезло, но они этого не осознают. Они рождаются с нормальными руками и ногами, они работоспособные, но тем не менее, что-то их двигает разрушать себя, разрушать свое тело. А еще меня больше всего удивляло разрушать свою семью. Так вот, я не хочу сейчас заходить в дебри и говорить, что наркомания, алкоголизм и распутный образ жизни это плохо. Я хочу спросить вашего отношения к этому, потому что вчера мы ездили с братом, и я ему говорила, что я очень сильно переживаю по поводу того, что происходит с нашим обществом. То есть это меня морально разбивает, я себя порчу очень сильно этим настроением, но я просто не могу с этим поделать. Я реально это все очень сильно переживаю. Мне кажется, даже больше, чем переживают эти люди, которые делают с собой непонятно что. И брат мне вчера сказал такую вещь. Ты думаешь, вот те люди, которые сейчас там при власти, допустим, или те, которые счастливы и хорошо живут, они вздумываются от других или нет? Они думают только о себе, поэтому у них всегда все и получалось. Он мне так сказал, что ты слишком распыляешься на это все, слишком реагируешь. Просто, мол, ты не расставляешь предыдущие в жизни. Если ты сделаешь себе цель какую-то, ты будешь к ней двигаться, и ты просто не будешь на это тоже обращать внимание, в принципе, как и все у нас в обществе. Потому что все зациклены только на своей жизни, как у них проходят дела. Никому не интересно слушать чужие проблемы, входить в чужие ситуации. Если это их не касается, пожалуйста. Конечно, я их не знаю, это не мое дело, скажем так. Дело в том, что меня это сбивает с какой-то калии жизненной. И это сильно отображается на моем эмоциональном поведении, на моем физическом самочувствии, да и вообще на работоспособности моей. Хотела бы вас спросить, как вы вообще к этому относитесь? Как вы относитесь к тому, что происходит вокруг вас? Это вас цепляет? Или вы просто закрываете глаза, идете вперед, вы четко знаете свою цель и ориентир, и как бы вам, как у меня говорят братья, это туннельный синдром. Если человек вот узко смотрит, с другой стороны, это попахивает эгоизмом, если это так говорить. В общем, то, что мне сказал брат, он мне сказал так. У тебя нет цели в жизни. Вот так вот и сказал. Ты не сможешь размножиться и быть везде одновременно. Одновременно все уметь, одновременно все успевать и быть хорошим в любой сфере. Это нереально, скажем так. Ты или хватаешь все по маленьким кусочкам и наслаждаешься этим, или берешь одну цель, здоровую цель, и к ней идешь. Давайте плавно перейдем к моим планам по поводу ютуба и хейтеров, скажем так. Я когда начала вести свой канал, это чисто было из интереса. Я никаких целей прославиться, заработать кучу денег никогда не преследовала. Как вы видите по моим видео, я не особо занимаюсь самопиаром. Это всегда было моим хобби, тем, чем я занималась для души. И как бы с начала еще ведения канала, я около двух лет просто наблюдала с другими блогерами, как это все происходит. Не в том даже дело, как сделать, как у них. А просто посмотреть, к чему это может привести. В общем, как изменится моя жизнь, скажем так. И я как-то была всегда настроена на то, что мне придется бороться с хейтерами. Потому что если посмотреть видео любого блогера о том, как вести канал, с чем сталкиваются начинающие блогеры, это хейтинг. Отчасти это так. На моем канале уже было там 10 тысяч подписчиков. И в общем-то, как таковых хейтеров у меня не было. Я думаю, боже мой, у меня идеальная аудитория. Пока там все с пятью тысячами подписчиков жалуются о том, что их постоянно хейтят. И то, что они просто не могут дальше снимать, сдаются и так далее. Я в себе там тихо в углу радовалась. Думаю, боже мой, какая у меня классная аудитория. То есть все меня понимают, все со мной на одной волне. Это типа, что может быть прекрасней. Но в один момент, когда, скажем так, какие-то видео набрали довольно быстро популярность. Хотя, честно, я это не планировала, не делала какие-то прогнозы по определенным виде. Я просто снимала то, что хотела. Начался просто откровенный поток. И как раз этот поток весь пришел на тот период, когда я просто устала от этого. Реально устала от YouTube. Потому что он с хобби у меня начал превращаться в мою работу вторую. Почему расскажу? Потому что я начала выпускать видео по два раза в неделю. Я извиняюсь, что так отвлеклась. Потому что у меня надо было срочно высушить волосы феном. Если бы это не сделало, у меня было бы афра на голове. Так вот. А негативы и хейтеры? В тот период у меня было какое-то такое чувство, что я как рыба блюсь головой об лед. Что все, что я делаю, делаю напрасно. Что никакой отдачи и удовольствия это уже мне не приносит. Когда я уже устала просто от того, что я делаю много, но в итоге не получая вообще ничего. Даже какого-то одобрительного слова. Или поддержки. То есть ноль. Я просто опустила руки. И в это время... Блин, что мне так нос чешется. Начался жесткий поток хейтинга. Причем как бы необоснованного. Просто из-за того, что у кого-то плохое настроение. Некоторые замечания, я скажу, что были в тему. Потому что я их приняла к сведению. Но некоторые просто меня выводили. То есть и так, как бы не было особо желания продолжать это все делать. Так еще и вот этот вот бесконечный поток каких-то осуждений. Я ожидала, давно-давно я как будто ждала эту волну хейтинга. Но я не знала, что это будет так у нас только масштабно. Ну, в общем, я уже окончательно опустила руки и сказала, все, никому это не нужно. Я в это вкладывала очень много сил и энергии, эмоций. Как бы тратила все свои выходные. Вместо того, чтобы сидеть и отдыхать, наслаждаться жизнью. Я просто сидела и выслушивала бесконечный троллинг. В то время, как пару выходных уже просто нормально не отдыхала. Потому что у меня все время уходило на то, чтобы отснять видео, отредактировать. Помогли мне с этим справиться мои подписчики, которые уже давно у меня на канале. Они знают сейчас, что я говорю о них. Потому что мы с ними часто переписываемся. И даже не хочу это называть подписчиком, потому что уже мои друзья. Так уже сложилось, что я с ними общаюсь больше, чем с некоторыми своими родственниками. И они знают во мне больше, чем тоже некоторые мои друзья. Я собралась с тенами и решила. Меня как бы и так все троллят, хейтят. Я не знаю, как это правильно назвать. Почему я стараюсь что-то делать, так? Как бы я ни вылизывала к своим видео, ни старалась сделать так, чтобы это все понравилось всем. Такого не может быть. Я просто забила. Теперь с нового года я себе поставила рамки. Я буду снимать то, что хочу я. Буду говорить то, что я считаю нужно. Соответственно, я решила расслабиться. Не сильно заморачиваться над тем, какая будет реакция. Конечно, я не буду грубить и так далее. Потому что я не такой человек. Я просто буду к этому относиться легче. Ютуб меня не кормит. То есть он не снимает жилье. Я зарабатываю очень мало. Как видите, у меня мало подписчиков. У меня мало просмотров. В целом, мне хватает дохода на Ютуб ровно на одну тушь. Для ресниц. Ну и делать приоритеты только на Ютуб я не собираюсь. Потому что у меня тоже есть друзья. У меня тоже есть родня. У меня тоже есть чем заняться. Есть мой молодой человек. Я не хочу прожигать свою жизнь, глядя в лектив камеры. Улыбаться вам. Но в то же время выслушивать гадости, которые просто куском глыны сваливаются каждый раз мне на голову. У меня изначально не было целью стать звездой интернета. Пускай это остается чисто хобби. И ничем другим. Те люди, которые действительно находят во мне какую-то родственную душу. Я всегда им рада. Всегда рада общению с ними. Потому что мне кажется, что бы я ни делала, именно они только меня и поддержат. Потому что мы с ними похожи. Они меня понимают. Мы с ними на одной волне. Для всех остальных, пожалуйста, я вас не заставляю ничего делать, комментировать. Я уже поняла, что если мне просят что-то снять, не стоит всегда к этому прислушиваться. Потому что чем больше ты идешь на поводу, тем больше тебя бросаются тапками. Я уже так вот поняла. И как мне говорил брат в итоге, спроси себя, когда ты что-то делаешь в жизни, можешь ли ты что-то изменить. Например, или это глобальные какие-то темы, касающиеся безработицы, наркомании и каких-то таких общих тем. То и касается таких более мелких целей, ютуба и работы. Если я не могу ничего сделать, если это не зависит от меня, то просто, она говорит, поменяй свое отношение к этому. И тебе будет легче психологически, и тебя людей больше поймут. И, в общем-то, я решила, что я буду делать дальше с каналом. Если будут какие-то негативные комментарии, конечно же, это не касается конструктивной критики, потому что к критике я отношусь нормально. Если она обоснованная конструктивно. Ну, если это маты, если это какие-то угрозы и так далее, я буду либо не отвечать на эти комментарии, либо просто банить. Другого выгода я просто не вижу. Я думаю, вы меня поймете. И пусть это будет последнее видео, где я буду говорить о хейтерах, где я буду говорить о каких-то своих разочарованиях в людях. Пусть это будут позитивные видео, искренне позитивные, вот, те, которые будут приносить удовольствие не только мне, но и вам. И не только вам, но и мне, скажем так. И на вот этой позитивной ноте, и на таком настрое я хочу закончить сегодня. Как видите, мой макияж готов, мне осталось накрасить губы. Извините, что сегодня пришлось, наверное, подпортить вам настроение. Не знаю, может настрой, а может у вас точно такой же настрой, как у меня. Но мне кажется, об этом нужно думать, об этом нужно размышлять, и об этом нужно дискутировать. Поэтому жду ваши комментарии внизу. Я постараюсь на всё отвечать. Мне реально очень интересно послушать ваше мнение обо всём происходящем. Спасибо вам большое за внимание. Всех вас целую. И пока!